Всем привет! Это канал Афинка DIY. Сегодня мы будем делать крутые, а главное бюджетные брелочки из подручных материалов. Если вы любите всякие прикольные брелочки, вы обязательно должны посмотреть мои предыдущие видео на эту тему. А их у меня немало, ссылочки будут в описании. Итак, приступим к сегодняшним брелкам. Первым делом мы сделаем брелок с миниатюрными баночками Кока-Колы, Фанты и Спрайта. Сначала сделаем сами баночки. Как их сделать я подсмотрела в Пинтересте, а делать мы их будем из бумаги. Берем лист А4 и по длинной стороне делаем отметки. С одной стороны 1 см, а с другой стороны 1,5 см. Чертим линию и вырезаем эту полоску. Одна полоска это одна баночка. Теперь нам нужно скрутить полоску. Для этого воспользуемся зубочисткой. Скручивать начинаем с широкой стороны. Кончик смазываем клеем-карандашом и приклеиваем. Получился вот такой бочонок. Теперь пилочкой спиливаем края, чтобы придать нашей заготовке форму баночки. Баночка у нас жестяная, поэтому ее нужно покрасить. Я использую серебристую акриловую краску, но можно воспользоваться и лаком для ногтей. Ждем пока наша заготовка высохнет. Еще конечно же нам понадобятся этикетки. Вырезаем их. Этикетки я распечатала на принтере. И кстати, долго подбирала размер. Я их распечатывала 350 раз, чтобы они четко подошли под банки. Ссылочку на шаблон я вам оставлю в описании. И как раз баночка уже высохла. Смазываем этикетку клеем и приклеиваем на банку. Готово! Вот какие баночки у нас получились. Для того, чтобы банки закрепить на брелке, нужно воспользоваться фурнитурой для бижутерии. Вставляем пин, отрезаем лишнее и делаем петельку. К баночкам можно еще и бусинки прикрепить. А потом из всех этих баночек и бусинок мы формируем брелок. Готово! Какой же он классный получился! Эти баночки как будто настоящие. Так и хочется их выпить. Следующим мы сделаем аппетитный брелок ММДемс. Для начала нам нужно сделать конфетки. Мы их будем делать из полимерной глины. Отрываем небольшой кусочек, катаем шарик и чуть-чуть сплющиваем его. Потом в этот шарик вставляем фурнитуру. Кстати, чтобы брелок получился более бюджетный, вместо глины можно использовать соленое тесто. А еще, чтобы совсем не заморачиваться, можно использовать разноцветные бусинки. Запекаем наши бусины согласно инструкции на полимерной глине. Вот что у нас получилось. Теперь займемся пачкой. Распечатываем и вырезаем миниатюрную этикетку ММДемс. Ссылочку на нее я оставила в описании. Чтобы наш брелок был прочный и не боялся влаги, берем скотч и обклеиваем этикетку. Готово! Теперь сгибаем ее и склеиваем горячим клеем. Одной из сторон не заклеиваем. Внутрь пачки заливаем горячий клей. Полностью заполняем всю пачку. Пока клей не полностью застыл, засовываем в пачку несколько конфеток. Как будто они выпали из пачки. Чтобы закрепить пачку на брелке, нужно в углу сделать отверстие. Шилом или иголкой. Вставляем крепление для брелка. К нижним конфетам можно добавить еще конфеты. Остальные конфеты подвешиваем на цепочки или скрепляем между собой и добавляем к брелку. Вот и все. Очень классный и довольно необычный брелок получился. У вас на рюкзаке как будто рассыпалась миниатюрная пачка нам демок. И последний брелок на сегодня это миниатюрный кактус в горшке. Я еще с начала лета хотела себе сделать какой-нибудь летний брелок. Итак, начнем с горшка. В качестве горшка у меня будет обычный наперсток, который стоит копейки. Его нужно покрасить. Я воспользуюсь серебристой агриловой краской. Но на самом деле я хотела покрасить наперсток лаком для ногтей. Но не нашла подходящего цвета. Пока горшок высыхает, сделаем сам кактус. Для этого берем шаблон и переводим его на зеленый фетр. Ссылочка на шаблон как всегда в описании. Вырезаем две детали. Складываем их вместе и сшиваем по краю петельным швом. Как сделать такой шов смотрите в описании. Не дошивая до конца, берем кусочек синтепона или ваты. И набиваем наш кактус, чтобы он стал объемным. Готово. Зашиваем край. Тем временем наперсток уже высох. Наполняем его горячим клеем. И ссадим в него кактус. В принципе брелок готов. Но можно добавить еще деталей. Например, божью коровку, выползающую из горшка. Или глазки, чтобы кактус был еще милее. Теперь делаем отверстие сверху кактуса. И присоединяем крепление для брелка. Вот и получился мини кактус в мини горшке. Очаровашка. Он, кстати, очень похож на большой кактус, который я сделала для комнаты. Как будто его младший брат. Это были все брелки на сегодня. Если вы хотите еще видео с брелками, ставьте лайк. И если будет много лайков, я обязательно сниму продолжение. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Пока! Субтитры подогнал «Симон»